Более сотни разрушенных жилых домов и еще ряд других объектов. Фельдшерско-акушерские пункты, АЗС, погранзаставы. Разрушили таджикские пограничники, даже школы и детсады. Сотни раненых, десятки кыргызстанцев погибли, включая гражданских, то есть мирных жителей. Это стало результатом вооруженного нападения таджикских военных. Село Максат – одно из наиболее пострадавших. Свою рабочую поездку президент начал именно с этого села. Личная встреча с местными жителями, с теми, кто буквально несколько дней назад пережил страшное. Здесь уже начато строительство домов для 36 семей погибших в ходе этого конфликта. Вот-вот начнут строительно-восстановительные работы и для других. Вместо поврежденных домов будут построены новые современные, а Баткенской области придадут особый статус. На месте наша группа, выехав, изучив объекты, рабочая комиссия установлена, что в результате последствий на приграничном районе, последствиями разрушения по индивидуальным жилым домам, это 136 объектов у нас составило. Уже как бы разработаны индивидуальные жилые дома, проекты, они будут построены все типового класса, с самыми современными требованиями, с современной планировкой в комплексных конструкциях. На встрече с жителями сел Максат, Кулунду и Ортубос Садыр Джапаров сообщил, что строительные работы завершить предполагается уже в течение двух месяцев. Будут восстановлены не только жилые дома, но и социальные и коммерческие объекты. На месте работают не только комиссии профильных ведомств. Ряд международных организаций тоже выехали туда. Они решают три задачи. Первая, они хотят восстановить хронологию событий, они хотят установить полный размер ущерба, нанесенного Кыргызской республике в результате этой иностранной агрессии. И предложить правительству пакет своих рекомендаций и решений вопросов именно социально-экономического характера в данном регионе. Семьям погибших кыргызстанцев будут выплачены компенсации по миллиону суммам о пострадавшим от 50 до 100 тысяч. Содействие будет оказано и предпринимателям. Пострадавших в ходе конфликта навестил президент. Пациенты сейчас проходят лечение в Бишкекском научном центре травматологии и ортопедии. Президент побеседовал с пострадавшими, пожелав скорейшего выздоровления, подчеркнув при этом, что государство им окажет всю необходимую помощь. Указ о первоочередных мерах по восстановлению приграничных сел Баткинской области в минувшую среду подписал глава государства. Так будет оказана помощь для скорейшего восстановления зоны, где проходили вооруженные столкновения. Будут созданы все необходимые условия для жизнедеятельности граждан, организаций, учреждений и предприятий, пострадавших в результате этих событий. Мы прорабатываем вопросы оказания поддержки и со стороны республиканского бюджета, и со стороны донорского сообщества. Недавно у нас прошла встреча с постоянным координатором системы ООН Крымской республики. По привлекаемой помощи был открыт единый депозитный счет, это и в сумму, и валютный счет, на который на сегодняшний день наши граждане, юридические лица, другие стороны могут перечислять деньги. Эта информация ежедневно размещается на нашем сайте по поступающим средствам. А в Лейлекском районе вскоре появится военный городок. Капсулу под его строительство заложил глава государства. Здесь и при посещении полигона Бужум Садыр Джапаров подчеркнул, что обеспечение безопасности на границах – вопрос первый на повестке дня руководства страны. А для этого государство продолжит улучшать условия труда и повышение зарплат пограничникам. Кыргызстан не позволит кому-либо претендовать на кыргызские земли. Это президент подчеркнул особенно. Кыргызстан не позволит кому-либо претендовать на кыргызские земли. Местные жители же отметили готовность пограничников к отражению внешних угроз. Но решать проблему с помощью вооруженных сил и тяжелой военной техники обстановку и без того сложную только усугубит. Официальный Бишкек это осознает. Потому президент Садыр Джапаров ситуацию оценил правильно – не вел войска, не дал команды стрелять и не втянул страну в затяжной конфликт. Кыргызстан все эти дни, впрочем, как и все эти 30 лет, выступает за решение вопроса границ только мирным путем, путем дипломатических и конструктивных переговоров. Война была на нашей территории, не их же. Мы же не стреляли их на свою территорию. Гуманизм проявили, выдержку проявили, человечность проявили. За это нас весь мир поддерживает, нас хвалят. Кыргызы выдержали. А то, знаете, как под Сталинградом была бы там война. Не 35 человек, а миллионы и миллионы погибли бы. А вот это событие еще раз продемонстрировало великодушие и благородство кыргызского народа. В 92-м в результате кровопролитной гражданской войны в Таджикистане десятки тысяч таджикских беженцев принял именно Кыргызстан, не закрывая при этом свои границы, как это делают другие страны. Таджикскому народу была оказана и большая гуманитарная помощь. Одним из тех, кого в те годы принял Эмамали Рахмон, чтобы поблагодарить за оказанную поддержку, был и Аскар Джумагулов. И нас принял президент Таджикистана, Эмамал Рахмонов, у него в кабинете. Он со мной поздоровался. Рукопожатие сильное. Он меня обнял так. Аскар Джумагулович, большое вам спасибо. Вы не побоялись нашей войны. Прилетели, целый самолет гуманитарную помощь привезли. Смотрите, как мы в 90-е годы с ними обращались, как мы поступали. Сами не ели, повезли туда. Кыргызстан помог также положить конец гражданской войне в Таджикистане. Долгие переговоры Эмамали Рахмона и главы таджикской оппозиции проходили именно в Бишкеке. Вот архивный документ, где стороны благодарят Кыргызстан и его народ за отличную организацию этих переговоров и активное содействие в их плодотворном завершении. А значит, о том, насколько разрушительным может быть военный конфликт в соседней республике, наверняка еще помнят. Помнит и сам таджикский президент. Продолжение следует...